Как правильно организовать видеонаблюдение за работниками? В наше время большинство работодателей предпочитают устанавливать видеонаблюдение в офисах и других рабочих помещениях своих организаций. Видеокамеры давно уже стоят не только в салонах и магазинах, но и в кабинетах работников на складских помещениях. Между тем споры о законности подобных действий не утихают до сих пор, а многочисленная судебная практика располагает примерами этих споров по поводу самих записей на видео рабочих процессов. Работники при обращении в суд или в трудовую инспекцию с жалобами на неправомерный видеоконтроль со стороны работодателя ссылаются на множество самых различных правовых актов. Это и статьи 23-24 Конституции Российской Федерации, которые гарантируют право на частную жизнь и запрещающие без согласия человека собирать о нем информацию. И федеральный закон о персональных данных, запрещающий незаконную обработку персональных данных. Следует иметь в виду, что в силу пункта 4 части 1 статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя. В том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества и других работников. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда. В указанных целях им может вестись видеонаблюдение. Существующая в России судебная практика в данном случае, при условии, что видеонаблюдение осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства, как правило, встает на сторону работодателей, признавая подобные действия законными. Но, к сожалению, даже сейчас немало работодателей, которые не знают, как правильно и законно организовать видеонаблюдение. Безусловно, для того, чтобы видеонаблюдение, к примеру, в офисе было законным, необходимо соблюдение определенных требований. В частности, в организации, использующей видеонаблюдение в качестве средства контроля за работой сотрудников, должен быть издан соответствующий локальный нормативный акт об использовании систем видеонаблюдения, либо положение о видеонаблюдении, в котором необходимо включить в уже существующие внутренние нормативные акты, например, коллективный договор. С данным актом необходимо под подпись ознакомить всех работников организации. В таком случае не потребуется дополнительно получать индивидуальное согласие каждого работника на видеонаблюдении. Другим вариантом может стать внесение пункта согласия работника на видеофиксацию его трудовой деятельности в трудовой договор или заключение дополнительного соглашения о видеонаблюдении с работником в дополнении к действующему трудовому договору. Конечно, в рабочих помещениях должны быть установлены таблички или иные предупреждающие знаки о наличии видеофиксации. Нельзя устанавливать видеонаблюдения в душевых, туалетных или иных помещениях, которые не связаны с исполнением работниками своих трудовых функций. Новая редакция Трудового кодекса, вступившая в силу 1 марта этого года, узаконила видеонаблюдению, видеофиксацию, аудиоконтроль и другие виды дистанционного контроля за рабочими местами с целью обеспечить безопасность. Согласно ст. 214.2 Трудового кодекса, работодатель вправе использовать в целях контроля за безопасностью производства работ устройства, оборудования и различные системы, обеспечивающие дистанционную видео, аудио или иную фиксацию процессов производства работ и хранить полученную информацию. Данные системы, помимо осуществления контроля за безопасностью рабочих процессов, могут использоваться также для обеспечения взаимодействия с инспекциями труда. Работодатели вправе предоставить им дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ. Вопросы обеспечения охраны труда работников промышленных предприятий являются ключевым содержанием регулярных конференций, проходящих под эгидой экосистемы БИОД. Очередная конференция «Труд, защита, безопасность. Цифровая трансформация» пройдет 7 сентября в онлайн-формате. Эксперты обсудят правовые, организационные, технические и этические вопросы применения современных информационных технологий в сфере охраны труда. Видеонаблюдение и дистанционный контроль применения работников средств индивидуальной защиты также в программе онлайн-конференции. Начало с 10.00 по московскому времени. В рамках конференции отдельно мы поговорим о возможностях, которые открывают перед работниками и работодателями цифровые технологии в области создания и обеспечения безопасных условий труда. Предварительная регистрация посетителей на онлайн-конференцию уже открыта. Зарегистрироваться вы сможете по ссылке в описании этого ролика. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты за безопасность на работе, в быту и в видеонаблюдении. Подпишитесь на наши каналы в YouTube, Telegram, ВКонтакте, Яндекс.Зен, чтобы быть в курсе нормативных изменений и не пропустить новую информацию и актуальные видео на эту тему. И не забудьте поставить лайк этому видео, пожалуйста. Труд, защита, безопасность.